Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так было обидно, столько сражались-сражались А оказалось, это еще и не последний Хотя, кто знает, увидим сегодня Дальше у нас типичная Роуз Это, кстати, фан-арт от мальчика Валентина Ну, мальчика парня, понятное дело Очень классная тоже такая Роуз в окружении стакана Да Это Inspiration, которая косплеит Кейденс Она уже надела парик, но еще не успела надеть все остальное Да, тоже прикольный артик Это у нас Inspiration, которая... Тут маркер размазался, но можно представить, что она, допустим, ела чернику Почему нет? Это у нас Твич Тян от Хельги, кстати, опробовала новый планшетик И вот девочки тоже от Хельги Я извиняюсь, что не всех называю Потому что, вы знаете, я всех вас уже помню Но это будет очень долго Вот очень душевный рисунок по поводу последних событий И, если что, меня сегодня тоже триггерило немножко Потому что сегодня и вчера меня доставали вопросом По поводу, когда я буду снимать акцию про короля шторма Хотелось взять планшет и побиться головой о планшет Но было жалко планшет, короче, да Раньше было лучше и все такое В общем, да, это не прекращается просто И вот такие еще кобылочки Большое спасибо девушке и мальчике Так, и давайте будем переходить к новостям Очень классные арты, прям такие Не-не-не Новости Раз Что у нас в сети? Твич работает? Ну да, работает Если у кого-то что-то не работает, то это не я, это Роскомнадзор Новости Давайте поговорим немножко по восьмому сезону С этой субботы стартует кусок серий, которые выкладывали еще в декабре и так далее и тому подобное С шестой серии по двенадцатую, по-моему, все уже давно слито Или по тринадцатую даже, я не помню Короче, но мы успели посмотреть несколько интересных серий Я, кстати, не смотрела слитые серии, поэтому мне будет все так же интересно каждую субботу смотреть поняшек Но, допустим, о пятой серии нас ожидал очень интересный финт ушами Ну, во-первых, нам на заднем плане показали понификацию Рика и Морти Очень было забавно Это серия про дэш, которая сопровождала бабулек в Лас-Пегасус Короче, отсылочка Там еще был фоновый оликорн, я не стала его вставлять Потому что, ну, это не первый фоновый оликорн, который встречается в сериале Там уже на каких-то кадрах были раньше фоновые оликорны И это я склоняюсь к версии шутки от аниматоров Но вполне может быть просто производственный косяк какой-то, я не знаю Ну, короче, не принимайте это близко к сердцу Я даже не стала вставлять картинки Вот, и самое интересное нам показали отца Трикси Поняшу зовут Джек Потт Он был в серии вместе со своим напарником, тоже фокусником Они там фокуса показывают в Лас-Пегасусе И оказывается, это реально ее батенька Потому что вот в этой книге, в Ultimate Guidebook Есть такая вот интересная страничка с такой вот классной приписочкой Знаешь ли ты, отец Трикси Джек Потт был знаменитым фокусником Вместе с другом Биг Баксом он исполнял потрясающий трюк Исчезновение с брызгами Неудивительно, что Трикси тоже нравится волшебное шоу И, собственно, Джек Потта и Биг Бакса показали в этой пятой серии Скорее всего, на момент написания книги сценарий серий уже был Не было картинок, как вы видите Но эта книга прошлогодняя, напоминаю О нем упоминается в официальной книге Так что это официальная информация Джек Потт действительно отец Трикси Уж не знаю, знает он об этом или нет, как пошутил один из создателей И, конечно же, очень много фан-артов на эту тему было в сети Потому что, ну, это просто, конечно, няшность-няшная Короче, вот Если вдруг вы еще не смотрели серию В любом случае, вы бы узнали, что это ее папа Поэтому, как бы Смотрите Хорошая серия, мне понравилась Я на телефоне, я могу видеть спойлеры Ай-яй-яй Почитала не с Биг Баксом, а с Биг Маком Я или вы? Я могу Там это заглядываешь, там комментов на Ютубе Да, заглядываю Если там... Большое спасибо ДНС Если там бывают какие-то ссылки на рисунки Если они под свежими комментариями, я их вижу Даже строитель Оликорн Отчего добился ты? Ну, я говорю, что это не первый Оликорн фоновый в мультике Поэтому я думаю, что там, как бы, такое Правда, обычно их, так, по-моему, крупным планом не показывали Обычно они где-нибудь там на фоне что-нибудь летают А так, прям Все Все перездоровываются Фунард посмотрели А, вы что, пропустили? Ну да Что за акция? Не в курсе акция Сейчас поговорим про акцию Дальше Equestria Girls Вышла новая часть Пляжных короткометражек А у Baby Turtles Про маленьких черепашек Что-то так леснуло Я надеюсь, что завтра будет официальный дубляж Если он будет, я оставлю Точнее, сегодня вечером Они обычно в субботу вечером укладывают дубляжи Вчера была серия, сегодня дубляж должен быть Если будет, ссылочка будет в описании Очень милая серия про танка и черепашек Точнее, про черепашек и танка Если вдруг не смотрели, рекомендую потом обязательно заценить И, собственно, да Game Loft Акция, да Началась повторная акция с Королем Штормом По-моему, все то же самое, что было И, естественно, стартовала она только у тех, кто не проходил ее осенью Я проходила ее осенью У меня она повторно не стартовала Поэтому я ее не буду никак записывать Я ее уже записывала Ссылочка будет в описании к видео Если вы сами не можете найти ее в плейлисте Вот, там даже два, по-моему, ролика по этой акции Поэтому ничего нового я снимать по ней не буду Смотрите старые, там все то же самое Ну и для тех, кто не знает, как выглядит акция на Короля Шторма То вот Кстати, я, когда участвовала в самой акции Первый раз Я вот в этом топе даже не участвовала Я не имела возможности даже выиграть Корабль Шторма Корабль Бури Потому что меня сразу перекинуло на вторую социалку Была обидка Вот И прочие акции на этой неделе в игре Актуальная вот эта была Тут Седл Арабия Кобылка Она у меня есть И была коллекция на кристальных пони В том числе Санберста можно было За достаточно Ну как, недорого Ну для него, может быть, недорого Не знаю И они же были за камушки Короче, для тех, кто вдруг Собирает поняшек Даже за много камней И вот такие классные баннеры Кстати, у меня выскакивали на этой неделе Расчищайте небеса каждый выходной И участвуйте в социальных акциях Наверное, они заметили, что я давно этого не делаю И решили мне напомнить Потому что я уже очень давно не участвую Во всех этих акциях Потому что Ну как бы За 12.8 камней мне что-то лениво Вот А призы поняшки у меня уже давно все есть Нужен фан-арт про ферму Да И там про код напишите Какой код, почему нет кода И Тома, ты знаешь Там вот на обложке Хац написано Это код Это вот Веди код Там уже несколько месяцев этот код Уже все ввели давно Ну, знаете, зато это доказывает то, что В игре до сих пор Есть наплыв новых игроков То есть Те ребята, которые вот реально Меня спрашивают про старые акции И про коды, которые уже несколько месяцев Висят на заставке Очевидно, они скачали игру недавно Соответственно, в игре Есть приток новых людей Которые в нее играют А вдруг это наплыв новых зрителей Которые недавно смотрят твой канал И просто не знают, что было месяц назад Не, если понимаешь Если бы они Эта акция была меньше полгода назад Ну, или полгода назад И, соответственно, они тогда еще не играли Иначе бы у них ее не было И не смотрели твой канал Иначе бы они знали новости Я не знаю На канал до сих пор кто-то подписывается Я не знаю, кто все эти люди Потому что число просмотров Не увеличивается вообще ни разу Вот как она где-то опустилась в декабре Я тебе объясню это Они подписываются Но смотрят то, что им Ютуб рекомендует Да, они подписываются Они не отличаются Я больше даже уверена Что они подписываются Скорее всего со старых роликов Вот Ютуб там несколько старых роликов Крутит в рекомендациях Вот они От с них приходят И за них подписываются А новые не смотрят Ну, если что Это ваш любимый голос За кадром вмешивается Опять в дискуссию Большинственные вставки от Криса Последний босс Дэйдремидерпи Такой ад Тома готовься Не надо Я прошлого еле прошла Не пугайте меня Заранее Мать моя женщина Что это? Это у нас новости игрушек Вот такой замечательный Плюшевый мерч Сайта Чебилэнд У меня написано Сайт Это какой-то индонезийский бренд Магазин Не знаю И там что только нету Есть вот такие замечательные подушечки С хвостиками под голову Есть такие вот криповые плюшечки Есть вот русалочки Тоже подушечки Вот это Это под голову тоже подушка Не то, что вы подумали Есть криповые сумочки Есть какие-то эмбрионы Я еще в другое слово сказала Но не буду Вот Короче, короче Еще самое интересное Хотя, в принципе Вот эта тема с хвостами Даже прикольная Ну, как-то Мне вот эти прикалывают Я не знаю, насколько это удобно Я такими подушками Никогда не пользовалась Но, видите Даже более-менее Современные дизайны Вон с русалочками По мувику Платки Причем Это написано Что шарф И это Реально большой платок Это Можно использовать И как Соответствующий атрибут В мусульманских странах Так и просто Летний платочек На голову Кому как Ну, мне кажется Может быть Там же А девочки В мусульманских странах Тоже все сносят Эти, да Наверное На них В основном Расчет Я не уверена Но такой вот Интересный мерч Восточный И всякие разные Другие подушечки Даже Копилки И Вот особо Вот это Креповые сумки Нет, конечно Наши тоже Производили Нечто подобное И это не первые Пони сумки В моей жизни Но Данные Как-то Очень уж Интересные Господи Господи Да И последний Слайдик Дальше Еще тоже Бугуртный Достаточно мерч Это Сайта Как ты сайт Теско Сайт Но это Я так понимаю Официально Это мерч от Hasbro Наверное Или по лицензии Больше не приближается Маленькие картинки Там что-то написано Маленькие Но неважно Это Поняшки Из линейки PlaySchool И сама линейка Рассчитана тоже На Видите Просто Карапузиков То есть Совсем младенцев Вот Здесь какие-то Всякие Одежда Как это называется Я забыла Как штучки Вот эти комбинезончики Называются У них есть какое-то Специфичное название К сожалению Нету У меня опыта Вот И какие-то Развивающиеся Еще Игрушки Это представлено Было Непосредственно В магазинах Я поискала Промофото На сайтах Я ничего не нашла Сейчас я вам покажу Парочку промофото Которые я нашла А девушку я не нашла Промки Зато я нашла Промки другого И я не буду вставлять Это в завтрашний Обычный новостной выпуск Потому что Это Слишком Новостного выпуска Но есть там В этой линейке И вот такие Девайсы Вот такой девайс И вот такой девайс Очень классные девайсы Но в виде Новости Я это вставлять не буду Считать это эксклюзивом В группу Я тоже это Не постила Дальше Это уже Новинки в магазинах Наши отечественные Чудесинка С Лесными ягодами Фруктами И злаками И кокос Шоколад Это я так понимаю Какие-то трубочки Через которые Надо пить молоко Я ни разу Я ни разу не видела В продаже Ни разу не пользовалась Поэтому я не знаю Как это на вкус Но картинки Выглядят прикольные Если вы пробовали Можете мне потом Где-нибудь в комментариях Написать Как оно Ползунки Точно Ползунки Большое спасибо Эдель Платки вроде Зависит там От семейного статуса Возможно Возможно Да Может быть Действительно Может быть Девочки не носят А носят уже Женщины Которые как бы Замужем Я не помню Надо послушать Погуглить Мне так стыдно Но я действительно Не помню Как именно В каком именно Статусе Носатся платки Во всех этих странах Это очень вкусно Я пропустила Фонарти Да Мирспати Пропустила Но потом Можешь посмотреть Это вкусно Хорошо Нормальный товар Для детей С изображением Игрушек Норма же Не нормальный товар Я ничего не имею Против совершенно То есть Как бы Карапусики тоже Сослуживают нормальной Интересной одежки Но когда они уже Дойдут до взрослой категории Нормальной Не с ретро поняшками Я конечно люблю Ретро поняшек Но хотелось бы Что-то и С нормальными Пониками Тоже Да Вот Подделочки Кстати неплохие Подделочки Вот эти Они достаточно Няшненькие Мне так очень даже Понравились Я у нас в городе По-моему Таких пока не видела I love Не А просто Lovely horse Да Оно по-моему Так раньше называлось Но как-то по-другому Выглядело Короче Подделочки На blind bag И все такое Достаточно мимишные Вот такие тоже Мне очень нравятся Но это Да Вот lovely horse Вот такой у них Раньше логотип был Они сейчас переделали Чуть по-менее узнаваемо Чтобы не так сильно бросалось Что это поняшки MLB Вот такие бы я взяла Но у нас В Смоленске не видела И вот в капсулах Прозрачные тоже Тоже к сожалению Не видела Так бы я заценила Я люблю такое все Вот Monster High Поняшка Мне кажется Очень старая Я у нас в Смоленске Такие видела Еще году В 2014 И таких тоже В принципе Тоже Lovely horse Тоже у нас В Смоленске видала А вот это Ёршик присылала Из Минска Ты же в Минске Да живешь Ну из Белоруссии Короче Это Сколько ты Пять баксов По-моему Писала примерно Ну это Это их рубли Белорусские Которые Один рубль Белорусский Равен примерно Тридцати рублям Российским По-моему Что-то такое Вот И Вот такие Я не знаю Мне кажется У нас тоже Есть подделки На это дело Но я не помню Был ли конкретно Под Монстер Хай Потому что Видите Они достаточно Прикольные Здесь такие Кукляшки Нормальные То есть Ретро-поняшки Ненормальные Нет Они нормальные Лично я люблю Ретро-поняшек Ж1 У меня есть С ними Целая одна Футболка Вот Но просто Что С текущим Четвертым Поколением Я бы тоже Не отказалась Что-нибудь такое Почему Спайк розовый Он Заразился От пинки Чем-нибудь Марганцовкой Пони Книжки Это книжки От Эггмант Возможно Это переиздание Я не знаю Или Сейчас Выпустили Или Перевыпустили Потому что Дата печати Стает 2018 Год Но я не уверена Что я их не видела Раньше Честно говоря Поэтому не уверена Волшебные Волшебные Истории Тут Нормального Синопсиса Нету Поэтому Я зачитывать Не буду Просто Что-то Читайте О странных Превращениях Неожиданных Поворотах Судьбы И всепобеждающей Силе Дружбе Классное Описание Книжки Вот Но там Внутри Короче Вот такая Красота И вот Такая Красота Это Детские Книжки По С пересказом Наверное Серии Я не уверена Ну Допустим Что тут Летучие Мыши Списком Пролетели Над пони Роняя Вниз Яблочные Семена Ну Короче В любом Суче Это Явно Совсем Детский Вариант И Я не думаю Что нам Это будет Интересно Хотя Не знаю Если у вас есть дети Можете купить И почитать Вместе с ними Вот И вторая книжка Сказки Вечно зеленого леса Это по четвертому Я так понимаю Сезону Вот У этого Кстати есть Небольшой синопсис Нормальный синопсис Неразлучную шестерку Пони Дракончика Спайка Ждут потрясающие события Кто-то заколдовал Вечно зеленый лес И теперь Искорке Придется его Расколдовывать В заброшенном Санке Разбушевалось Переведение На призрак А ну это опять Пересказ Да Это пересказ Четвертого сезона Да Четвертого На праздник В Панивиль Прибыл талантливый писатель В который Тайно влюблена Рарити Ту-ту-ту А на сад Эплджек Напали летучие мыши Вампиры Чем все это закончится И удастся ли подругам Нативых Это всех этих ситуаций Вы узнаете из книги Сказки Вечно зеленого леса Ну да Это пересказ серии Короче Ну такое Есть только для коллекции Почитать с детишками Вот И Целый пак вам раскрасок Я просто пока искала Обложки книг Я нашла Обложки раскрасок Это вот Сайта Эггмонта Похуже качества Это последние раскраски Которые недавно Совсем вышли Вот И Также Когда мы дойдем до русалочек Это 2017 Прошлый год Ну короче Раскраски 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 Эггмонтовские раскраски В принципе особо не меняются Как бы Виктора иногда обновляются Это вот прошлогодние Которые я еще не показывала Вот В общем В общем вот Причем как-то У половины Только одни обложки А то что внутри И ненадеж И без магазина Раскраски С диадемами Ей Это уже не раскраски Это официальный комикс Если что Ага Минск Окей Даже Пони монстры Есть куда катиться Мир Следим за новинками Майолита Лавли Хорс Да Во Владике Тоже такие поделки есть Да они во всей России есть На самом деле Боюсь после выпуска новостей Будут комментарии Сними книгу Я хочу купить Но не знаю Ты лучше Вот я показала книги Пускай сами Это самое Модераторов У нас Ну Которые текущих Четыре Иногда еще Джилл приходит Но редко Просто сегодня Как-то А еще Диоген Нет Диоген у нас не модератор У нас Вальтер и ДНС Модераторы Да Хотя Диогену тоже На самом деле Можно было бы дать Модерку Но как-то их реально много Просто тогда Рандомно попались Под руку Вальтер и ДНС Поэтому они Модеры Все А девчонки попросились Короче Официальные комиксы Это анонс комиксов На И Ю Л На июль 68 выпуск Основной линейки комиксов В нем Нас ждет продолжение Истории Темпест Которой придется Вновь столкнуться С горечью Своего прошлого Напоминаю Что в прошлом 67 выпуске Она В процессе Странствий По Эквестрии Доберется До Кристальной Империи В которой Встретит одну Из своих старых Подруг детства Которые ее Тогда жестко кинули Вот И что-то Это в ней Сколыхнет Прошлое И в общем Будет она Опять морально Бороться С своими тараканами Милашка Пинки С корзинкой И Третий выпуск Пони Вильмистерис Меткоискатели Будут помогать С решением Таинственных проблем В местной резиденции Для пожилых Пони Ну Короче Как это В доме престарелых В местном Что-то будет И короче Кто-то будет виноват Ну Как обычно Все такое И Также вышли На этой неделе 65 выпуск Основных комиксов Это расширенное превью Эти выпуски Уже вышли На табуне Можете найти Архивчик Если кому надо Про Селестию Которая прикидывалась Не Селестия И Смотрела Ну вы знаете Был такой фанфик еще Ну Скорее всего Просто Как это Совпадение На уровне Идеи Идеи Витают В воздухе И Как это Ежегодник Это называется По Legends Короче Legends Legends Of Эквестра Просто Единственное число Которая Которая заканчивают Нет Legends По множеству Все правильно А Legends Of Magic Все Там устала Которая Заканчивают Эту Линейку Legends Of Magic И Да Все Она заканчивается Дальше Статует Пони Вильмистерис Короче Тоже уже вышел Я не смотрела Поэтому Ну в смысле Не посмотрела Сканы Я не знаю Что там Ну не сканы А электронные версии Короче Если читали Можете потом написать Хотя я скорее всего Сама пролистаю Как только время появится И пони мероприятия На прошлой неделе В прошлое воскресенье Был Indie Meetup Это сходка Любителей Настольных Компьютерных И просто пони игр И я не стала вам Восновлять Картинки С людьми Вот Как бы Если захотите На табуне Есть отчеты Можете посмотреть Как там мальчики Здорово проводили время С поняшками И играми Не Ну девушки конечно Тоже были Но в основном Были ребята Основная масса Вот Я не стала их смучать Вставлять их фотографии А то кто-нибудь Себя увидит Ужаснется Удачи пройти Дёрпи Извиняюсь Что так мало Большое спасибо Bright Shining Star Любая поддержка Мной очень ценится Да Я буду стараться Пройти сегодня Дёрпи И немножко Пони артиков Вам в тему Вот такой Подборочка Лоли Поняшек Да Я долго ждала Пока автор Дорисует всю серию И вот Наконец-таки Сегодня вышел Последний рисунок С Applejack Это японская Уличная мода Если что Вот И Ну я люблю такое Поэтому мне очень понравилось И я вам решила Даже показать Я их публиковала В группе ВКонтакте И там есть ссылка На автор Если кому интересно И от другого автора Тоже подборочка Пони Лоли Так Прям Ми-ми-ми Сю-сю-сю Ня-ня-ня Очень няшные Поняшки Так Давайте Если есть Вопросы Я вам на них отвечу И мы Пообсуждаем Немножко Ну не Пообсуждаем Я вам Прорассказываю Про Приключения Моих симов После чего Будем играть Почему она Еще в броне Хороший вопрос Не знаю Почему она До сих пор В броне ходит Сердито Не хочу быть Назолевым Но собираешься На РБК Просто волнуюсь Хватит ли тебе Столик Который через 2 недели Откроется регистрация На стенд Опять все разберут Останутся Всякие левые места Ну вот Когда откроют Регистрацию Столиков Когда я посмотрю Сколько столик Стоит Вот тогда И мы Посмотрим Как бы Как бы Посмотрим Потому что Я сейчас Не могу Ничего сказать В этом поводу И Ну как-то Обычно Не так Что прям Там все Разбирают В первые полчаса Нет Ну я обычно Стараюсь Регистрироваться Как можно раньше Но Не то Что прям Там Бежим Так Так Как вы думаете Сегодня мы Да пройдем Терпели Так Я не знаю Но я надеюсь Хотя Меня там Пугает Что следующий Босс Еще хуже Поэтому Я даже Не уверена Санта Барбара С Роуз И валит Да Санта Барбара С Роуз И валит Наверное Они просто Ничего не могут Придумать С ее меткой Да Я думаю Что Метки У Темпос Действительно Скорее всего Нет Но Как говорится Это не точно В комиксах Приквелах Допустим В тех кадрах Когда она была Не в плаще И не в броне Ей Всегда Прикрывали Бок Хвостиком Потому что Нет официального Изображения Ее метки И лично Я склоняюсь К версии Что у нее Вообще Метки Быть пока Не должно Потому что Она ушла Из эквестра Еще совсем Маленьким Жеребенком Которая Была Явно Без метки Еще не знала Своего предназначения А потом Она провела Свою жизнь В совсем Другом месте И там Она явно Тоже метку Не получала Скорее всего Потому что Она занималась Не тем Чем бы ей Хотелось Наверное Вот Поэтому Лично я склоняюсь К мнению Что у нее Нет метки Вот Но Посмотрим Что будет В комиксе Вот Ну Не знаю Если она будет В броне В принципе Это будет Скорее всего Обусловлено Тем Что они Не могут Придумать Что ей Нарисовать На боку А каждый кадр Прикрывать Хвостом Это как-то Тоже Не очень Камильфо Короче Роусы Валят Что делают Кошки Спят кошки А эта кошка Не спит Вот эта кошка Играет Да И Она просто Няшка Поэтому я ее Периодически Скриншотчу Без всякого Но там Дела Да Это Луновые пони Короче Очень интересная Семья Одна Чуть что Утыкается В телефон Вторая В стакан А этот Все ходит Что-то Моет Протирает И какой-то Он дюжихозяйственный Попался Честно Вот эти тарелки За собой Никогда не моют Он по всему Дома Ходит Собирает И все Моет В общем Это была Суббота Последняя Ну как На данный момент Последнее Собрание Клуба Валит И она На этом Собрании Точнее Сразу после него Закончила Линейку Точнее Не линейку А Жизненную цель Головарь клубов Она Получила Восьмое место В клубе Кстати Очень красиво Играл вампир Я прям так заслушалась Просто классная игра Прям И пел еще при этом Такой няшка На самом деле Но он взрослый Если что Но Вот реально Я как-то Обычно не прислушалась Как симы поют Играя на рояле Но так красиво Прям вообще Вообще Короче Она получила Восьмое место В своем клубе И мы потом После собрания Пригласили Восьмого товарища И она закончила На этом Жизненную цель Я дала ей Следующую Жизненную цель Музыканта Внезапно Потому что Она ходит С своей гитарой И везде играет Закончила она Вот тут На фестивале Романтики Когда мы Сейчас покажу Пригласили Там еще одну девушку Восьмую Потому что В музее Что-то никого не было Ничего хорошего Нам пророк Нофи не сказала Сказала Все у тебя будет плохо Ничего интересного Тебе не предвидится Ну как обычно Валя даже расстроилась У нее был грустненький Мудлет На несколько часов Из-за плохого Предсказания На фестивале Романтики Это она сама Я просто переключилась Ну и где у нас Может быть Роуз Конечно же Роуз Может быть Только в баре И знаете Мне кажется Она уже начинает Что-то подозревать Что за ней Кто-то наблюдает Потому что Короче да Я не уверена Что это алкогольный Был напиток Может быть Это просто сок Какой-то Но да Где ее еще Можно найти Как не в этом месте Вот эту девушку Мы последней Пригласили В клуб Она как раз Там что-то рисовала На фестивале Достаточно прикольный Перс Сгенерился Вот ее тоже Пригласили И с клубом Наверное На ближайшее время Пока завяжем Потому что Там есть другие дела Которыми стоит заняться Это у нас Возможно Помните эту женщину Но не важно Она в костюме Кейденс Моды короче Тоже цепляются Причем моды На фестивале Цепляются По цветовой гамме То есть На фестивале Романтики Цепляются Белая и розовая одежда Такие дела Это у нас Скриншот Который рисовал Товарищ Гэнзи Да У нас Художественный критик Напоминаю И периодически Его тянет Что-нибудь порисовать Что-нибудь красивое В общем Пока я смотрела За Гэнзи Валет побежала Петь В караоке У нас музыкальное Дарование Ей все Надо попробовать А у нее было желание Петь дуэтом Ну я такая Кликаю Петь дуэтом И никого нету Но никто не активен Причем она еще Зашла в караоке На самом деле С Кассандрой Гот вы там видели Они бежали Но никого нету Кроме бармена Ну я думаю Ну окей Двоеточие три Брать Шайни Стар Большое спасибо Ну я думаю Ну бармен так бармен Че где наша Не пропадала Я даже не посмотрела Что за бармен Просто кликнула Думаю Пойдет он Не пойдет Петь Подходит Я смотрю Это же тот самый чувак Которого Помните Она встретила На Это Когда они в клуб Ходили в джунгле И там такой С пышной Причасткой был товарищ Вот И Который Я так еще Подмигивал Короче Это этот чувак Я ему тогда Поменяла прическу В кассе После этого Это он оказался Даже не обратила Внимание на то Что это Этот же товарищ И тогда она С ним не познакомилась Но тут уже Я ей дала Действия потом Поприветствовать Потому что Просто так С барменами И с продавцами Они не знакомятся Когда у них Что-то покупают Вот Они короче Попели И Да Ей кстати Походу понравился Персонаж Еще тогда Вот Потому что Она так Все на нем Такой мужчина Такой мужчина Его зовут Элой Если что Вот У этих тут Своя атмосфера Что называется С цветочками Да Васильевочками Вот Потом она еще Посидела с ним В баре Причем в баре Никого не было Да Вот так вот Что-то они там Пообщались Да Пошли домой Короче С Фестиваля Принесли мы Две картины Одну рисовал Гэнзи Вот эту Они у Мартимера Готы Опять купили Он такие классные Картины На самом деле Режиссует Классненькая С кошкой И собачкой И Да Сейчас я понимаю Что это не просто Так было Ладно Давайте дальше Это следующий день Это воскресенье День рождения Валит Ну на самом деле У нее там еще оставалось Парочку дней Но я решила отпраздновать Воскресенье Чтобы в понедельник Не идти в школу Ну и там просто Уже свадьбу надо было проводить Поэтому мы решили Ей в этот день Делать день рождения Она решила Почему-то в этот день Что-нибудь приготовить Ничем хорошим Это не закончилось Да Очень странное желание У нее с утра возникло Она причем Делала чипсы Какие-то с соусом Что-то странное Ай-яй-яй Валит на постарше Тянет Ну Да Ай-яй-яй Ну вот все Она уже тоже будет молодая Вот это классный скриншот Я просто Отвожу камеру И вот это Как это Почему ты не оделся И почему ты до сих пор С этими крыльями Короче вы ничего не видели Вот эту картину ему дали За повышение на работе Вот Я даже не уверена Если она просто так В кассе Ну наверное есть Но она классная А это мы нашли В каком-то мусорном баке Это тоже норма Спекли мы торт И спекли торт Для валит розовенький Поставили свечки Позвали народец Вот тут обнимашечки Народец очень специфичный Я позвала клуб Валит Вот эту подружку Из джунглей Бабульку Ну Бармена нашего Элоя конечно же И кого-то там еще С кем она общалась До этого Клуб у нее очень Интересный И интеллектуальный Вот Кассандра пришла Гэнзи после получения Ходит теперь на работу В берете Он там В шашечку Я вам потом попозже покажу Это короче Его рабочая форма Художественного критика Он такой Передевается Идет Критиковать Он феечка Винкс Да А потом окажется Что он тайно Встречается с Георги Георгий На другом сейве Сгенерированный перс Его нет В других играх Николь Я не помню Я не всех помню К сожалению Хотя имя знакомое Причем кошка Не всех заценила Честно говоря Она такая Что вы тут Пона ехали в дом Элой Кстати Пришел тоже И бухнулся сразу За компьютер Как у себя дома Все нормально Вот это общая Картина Бедствия Свечечки Задуваем Она не изменилась Фактически внешне Потому что От подростка До молодого персонажа На 2 мм Шире становится Она худенькая была Поэтому не особо видно Вот И конечно же На торт Сразу же набросился Этот пацаненок Просто Никто торт не берет А он так Вилкой Его вилкой Сразу Ну ребенок Что с него взять Она попыталась Пообщаться с Элоем Немножко Но Как-то Как-то Да Вот этот чувак У него Безумная Наверное Черта есть Потому что Он вот так Делал книжку Типа Она говорит с ним Короче Что-то с чем-то Он взрослый Кстати персонаж Вот Достаточно забавный А потом все ушли И оставили просто Гору посуду Тарелок Раскиданных По всему дому И они ходили Это потом еще Часа 2 Убирали За всеми Эти тарелки Вообще Было весело Потом пришел Вот видите У него такой беретик Шотландочку Вот Пришел Поел И лег спать Прямо на диване Уморился Я ее переодела После этого Поменяла ей Ее Самое первое Платьице На вот Что-то Чуть постарше Потому что Уже все-таки Ну уже как бы Не школьница Уже студентка Фактически Почему разговорный стрим Осмотрим Sims Потому что Это разговорная часть Разговаривает Не играет Она разговаривает Да У Рос будет День 40 Личная горничная Младшая сестра Уже есть Если Найтбуд Кусается То Вы не делайте То что За что Он кусается Это день Свадьбы Роуз Решила сделать Кокетливое Дерево Бонсай И Сама свадьба Короче Начинало все Прилично Собрались гости Посидели Пообщались На культурные Темы Это не Найтбуд Кусается Это я Выдаю Молчанки На 10 минут За постоянные вопросы Ты меня помнишь Ты меня помнишь Понятно Не спрашивайте Ты меня помнишь У нас Злой модератор В чате Бан Это Навсегда И Вы вообще Даже смотреть Не сможете Перестаньте Путать Бан С обычной Молчанкой Клуб Папашил Береток В черной Беретке Она не черная Вот еще Молчанка На 10 минут В следующий раз Действительно Будет бан За что За непонимание Молчанка Это всего лишь Отсутствие возможности Писать Отстань от народа Короче Если бан После Нет Я просто хочу Чтобы народ Понял Что после того Как их забанят Они уже не смогут Написать За что меня забанили Поэтому Пожалуйста Не путайте Бан С обычной Блокировкой На 10 минут Поняли Не путайте Баны Молчанку Беретка Там не черная Она в шашечку В общем Культурно Посидели Пообщались Жених с невестой Там Обменивались Любезностями Ну это надо было По выполнению Квеста Свадьбы Там Все такое Вот Пошли Значит Обменялись Там кольцами Ну точнее Она ему Надела кольцо Второе Он-то ей еще При помолвке Надевает кольцо Вот Ну это По западным Этим самым Обычиям Короче Ля-ля-ля Три рубля Народ Кто в чем Пришел Конечно Мне Рандомная Сима Генерация Вообще Жесть Какая-то Ну да ладно В общем Все Можно я Передумаю Можно еще Передумать Нет Все Поезд уехал Короче Очень мило Романтично А потом Он решил Спеть ей Сиренаду Сразу После этого А валит Решила Такая Подошла Ее Обняла И такая Дай сыграй Она просто До гитары Достает Из рюкзака При любом Удобном Случа И начинает На ней Что-то Играть Пока Они Короче Здесь Музыцировали Пели И все Такое Товарищи Гости Съели Торт Серьезно Повар Пришел Он Приготовил Торт Но Мы не Успели Поставить На него Свечки Свадебные И гости Его Уже Начали Есть Кто Играет Сим Знает Что там Есть Одна Из опций Это Взять Первый Кусочек То есть Нужен Целый Торт Чтобы Завершить Свадьбу Нормально Вот этот Товарищ Повар Второй Торт Он Отказался Делать Он Что-то Начал Печь Дальше Всякие Там Рыбу Картошки И прочее Прочее Но Второй Торт Он Не Делал Поэтому Да Гости Пришли И начали Все Есть И кто-то Ел Торт В общем Роуз Пришлось Печь Самой Себе Торт Потому Что Я хотела На золото Закончить А для Этого Надо Было Именно Тортик Пока Гензи Тут Народ Развлекал Да Эти Ведут Себя Очень Странно Но Это Все Нормально Вот Спекли Мы Тортик Взяли Они Первый Кусочек Это Анимация Они Обмениваются Кусочками Кормят Друг Друг С Вилочки На Этого Считается Что Свадьба Завершена Все Официальное Мероприятие Оканчивается Время Свадьбы Еще Остается Но Список Заданий Стало Рандомно Передеваться Там Рядом Бассейн Они Начали Купаться Приходить Обратно В купальниках Шеф-повар Был Первым Он Покупался Пришел Обратно В плавках И начал Дальше Всем Все Готовить Это Конечно Было Классно Эти Тут Начали Просто Творить Непотребства Всякое Разное На лестнице У всех На виду Естественно Валет Играет На гитаре Своей Наконец Добрались До бара Я очень Была Удивлена Что они Туда Не пошли До этого Потому что Причем Даже Не прорвались Как-то Не было У них Желания Идти в бар А как Только Все Закончилось Тут и бар Тут и Другие Полуголые Мужчины Какие-то Короче Типичная Свадьба Такая Называется Официальная Часть И потом Все остальное Тут Просто Я вам Просто Полистаю Вы сами Все видите Что тут Как говорится Рассказывают Да И бедный Лукас Пытался Делать Домашку Мне вот так Было Жалко Я его Пригласила Потому что Он в клубе С Роуз Был Он в клубе Садовые Гномы Состоит И он Такой Сидел И делал Домашку Такой Бедняжка Тут все Вокруг Фигней Какой-то Страдают В купальниках Вот Мне его Было Жалко И причем Мои симы Самое интересное Они толком Не поели На этой свадьбе И валит Пришла голодная Сразу села Есть Да Вот И цветочки Которые нам дали За свадебное мероприятие Сейчас я включу Вторую папку Я В два захода Играла Даже в три Все остальное Во второй папке Бубалусы Че бубалусы? В негот В неготы Уже свадьба Да Никита Тимофеев Книжки Девочки Из Эквестрии В Смоленске Нету Потому что Я Обошла Вот у меня На этой неделе Был момент Когда я могла Дать и до книжных Я зашла И в местные книжные И в читай город Книжки Из Эквестрии У нас В Смоленске Нету В принципе Ни в каком виде Как и Третьей книжки Пони Вильмистерис Как и вообще Какой-либо Новых книжек По пони На зоне Их нету Так что Я не уверена Что книжки Вообще вышли Из печати Потому что Ну их Нету Физически Нигде Поэтому Короче Книга еще не вышла Все Все что я могу сказать А если вышла То ее нет ни в интернет На магазинах Ни в Смоленске Поэтому Когда я сниму Я не знаю Почему мужиков Женские прически Потому что Это прически Универсальные В плане У них не стоит Галочка Что это чисто Женская прическа Это мода И они навешиваются Всем подряд Мне лениво Разбирать папку С модами Не только у нас Пони книжки Вообще не найдешь Не у нас обычно Привозят Но просто Видимо Либо еще не вышла Либо еще не разослали Тираж В общем Как я вам и обещала После свадьбы Они Решили отправиться В джунгли На Ну типа Свадебное путешествие Я всем выдала Комплект Подходящей одежды И мы взяли С собой Элоя Как проводника Потому что Как вы помните Он местный Они с ним познакомились Непосредственно Первый раз Здесь В джунглях И мы его взяли Ну типа Они такие Все из себя городские Вот Позвали Что называется Чтобы он им показал Где что делать Как что куда бечь Вот Потому что Ну типа Сами мы не местные В общем В качестве проводника Причем кошку Я с собой не брала Я ее не брала с собой Но поскольку Очевидно В доме никто не оказался Не остался Она телепортнулась Вместе с нами Я не знаю Бак это или фич Я думала Она останется дома Но нет Она с нами Приплелась хвостиком Короче Со всеми Поэтому Такая корявая кошка Я не знаю Если вы играли И ездили в отпуск У вас кошки тоже с вами Или собаки Телепортировались Или нет Или это такая чудная В общем Она тоже решила Что хочет в джингли Вместе со всеми остальными В предвкушении отпуска Просто Познакомились Познакомились Они тоже с Илоем Пошли на площадь Затариваться Причем Надо было купить Кошки Туалет И все остальное И предметы Для путешествия В джунглях Короче Опять Этот убирается Это в бар Почесало Эти тут что-то Ля-ля Три рубля Понятно Причем Ну что удивительно Она почесала За кофе Внезапно Ну да В общем Пока там Все своими делами Занимались Бедняга Гэнси Как единственный Ответственный Сим в этой семье Затаривался Тем что было доступно Но там было не все доступно К сожалению Короче все купил Что-то там Валет рассказал И с кошкой Короче То что мы с ним Купили Поставили Оформили ей место На джунглевские Эти приключения Бедняга Пошли В джунгли Сами Дальше буду Наверное Больше листать Чем говорить Вот вы так Сами в принципе Все видите Короче Провотник У нас был такой себе Провотник Он только ходил И показывал Где что Вот Одел все Гэнси У нас Валет там С ним все Ля-ля Тополя Причем Гэнси Получил Тоже Благословление Если помните Такое у нас было У Кабалерона Да было благословление В Дарингду Когда мы снимали Ну вот Короче То же самое Роуз Сходила Срывала Всякое Растение Чтобы к себе В огород Потом посадить Вот Ну вот Что было То показываю Это я попыталась Сфотографировать Причем По-моему Я его Фотографировала А это Не попали в кадр Но фотка Классная Получилась Потом на стену Повесила В общем Попыталась Сделать фотографию Да Очень классные фотографии Это Мне очень нравится Кадр Прям Такая Отчаянная команда Исследователей Удвигается В джунгеле Да Они прошли Зону водопадов Естественно Все стали Дико Кокетливыми И естественно Этих молодых Понесло Если что Элой Он молодой персонаж Но он значительно Младше Чем Роуз С Гэнзи У него буквально Только-только Началась полоска Молодого персонажа Потому что Он загенерился Когда они пошли Тогда вот В клуб Всюда В джунгле И соответственно Он старше Валит Но ненамного Там Дней 10 Может у них разница То есть Не то что там Критичная какая-то То есть Как бы нормальная Ситуация Поэтому Там Да В общем Вот Нападение Безумных пауков У нас был Спрей А вот Роуз Не повезло У нее спрея К сожалению Не было Поэтому ее там Покусали Она такая Бегала Там И в общем Весело было Гитара Обязательная гитара Да Да Причем Половину этого Они делают самостоятельно То есть Я какие-то действия Конечно делаю Вот например Посмотреть на это самое Потому что желание было Но Львиную долю Они тут творят сами Вся этой Фигни Извиняюсь И мы решили Опять заничевать В купальне Товарища Элоя Укусили То ли пчелы То ли кто-то Его там покусал Это На него Проклятие Это упало Это тоже за окном Если что И После чего Мы дошли До купальни И Лой ушел Серьезно Вот это была Анимация Что им всем плохо После чего Он взял И ушел Мы его брали Как гостя То есть Он не был В нашем Семейном слоте Я им не управляла Никак Короче Он взял И свалил Причем Когда персонаж Находится Просто с вами На одной территории Они в вашем Семейном слоте Вы не можете Ему дать Ничего Из предметов Джунгли То есть Мы не можем Передавать предметы Поэтому у него Не было Никакой защиты И короче Его укусили Он обиделся И ушел домой Вот И Ну такая же Примерно ночевка Как была У Дарингду С Кабалереном Тут просто реально Классное место Для ночевки И костерчик развести И сосиски пожарить И поесть нормально То есть Как бы Все для людей Вот Валет решила побегать Причем Она чуть ли не до дома бегала Вот эта анимация Мне очень нравится Собраться у костра Называется И они сами Ее тоже делали Местные приходили Как обычно Я переключилась на нее Она стояла в купальнике Спал на лавочке Да Утро Утро бодрым не бывает Да Вот Короче собрали пожиточки А ну еще одно нападение Прям бедные симы Мне их жалко Там все Кто-то нападает Что-то от тебя хочет Местные Опять Та же тетенька по-моему Крокодил Гена Ну я вам их показывала Короче собрали вещи Гэнси при этом Пока девчонки тут собирались Гэнси уже перешел На соседнюю локацию Я вернулась к ним И они такие Серьезно Одна Как это Низкополигональная стала Вторая заболела И потом тоже Низкополигональная стала Вообще какая-то Крипота происходит Серьезно Вам это будет сниться ночью Внимательно запоминайте Текстуры Вот Но потом они перешли И отвисли Точнее они Не смогли перейти Я Что-то выбрала Не помню Что-то выбрала Они отвисли И вернулись Короче Ну как Она осталась Заполевшая Ну хотя бы Вернулись текстуры Дошли они до храма И как только они Вошли на локацию храма Звонит Валет Элой Говорит А пошли на свидание Серьезно Звонит и говорит Пошли Не хотите сходить на свидание Я думаю Ну Надо наверное Сходить на свидание И она пошла С ним на свидание Она вернулась В город И значит Для нее отпуск Закончился Вот И Ну как вы видите У нас просто Мега свидание Одна больная Второй больной И в общем Ну они там Немножко Ну просто Два сапога пара Прям Мега свидания Вот это смешной кадр Но он рассказывал Историю Ничего такого Вот Она там немножко Поприхорашивалась И вроде ей даже Легче стало Ее по крайней мере Отпустил от болезни Но его нет Он так и ходил Бедняга больной В общем мы с ним Пообщались 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 До конца свидания Досидели И Игра углюкнула Очевидно из-за того Что она пришла Из отпуска Не с обычной Не с обычной локации Короче Когда Таймер Закончился Он нам написал Типа Ну и не звоните Мне больше Так бывает Когда мы отменяем Свидание раньше И Вся наша розовая Полосочка Скинулась в ноль Было так обидно Вот Но Короче ладно То что полоска Скидывается Это не значит Что она уходит в красное Поэтому Это не так плохо Вот Вернулась к ребятам Они значит Тут развлекаются Одна плавает Гэнзи у нас Начал изучать Ловушки Чтобы все-таки Добраться до сокровища Ему сначала Дико не везло Просто тут Он словил Все что можно было Словить Несмотря на то Что он изучал И у него была Половина выборов Как бы Ну Уже точно Что нажимать не надо Но из второй половины Он словил все Что можно было словить Просто Да Но не умер Ура Он не умер Да Вот Были ловушки Которых не было Когда мы Даринг Дум Играли Тут ему повезло Какая радость Роуз Вот видите Она уже похудела Очень Покопала Что-то там Выкопала Я хотела вообще Археологию Илую потом отдать Но Пока мы С ним не играли Вообще ни разу Когда пришел скелет Я так испугалась Честно Она такая Приходит Просто вот Ты играешь Играешь Смотришь И тут скелет Такой идет Так непривычно Даже Если ты знаешь Что это дружелюбный скелет Он как бы не страшный Все равно Криповенька Естественно За один заход Мы не управились Пришлось немножко Поспать Вот это мне нравится Тут было две ловушки И они И они типа Ну не параллельно Открывали Но одновременно Вот И Выиграла Роуз В нее был правильный вариант Ну видите Какая худенькая Куда ты так похудела Кожа на кости Прям как эти скелеты Жизнь какая В общем она Угадала правильную ловушку И там было еще Три ловушки Я же такая Сидь Когда этот храм Кончится Ну естественно Нашли там всяких Хм Худай какая Всяких лягушек Тарелок Гэнзи ушел Пошел спать В кусты Он не выдержал Вот Роуз сама все доделывала Последние ловушки Вот И Вот это меня тоже Очень напугало Такая вот комната Вот этот желтый сундук Это главное сокровище А второе Обычное сокровище Но вот этот Чувак скелет Стоящий посердиной Он такой криповый был Мне было так страшно Что он сейчас Начнет что-нибудь делать Но нет Мы все взяли И он ничего Не начал двигаться Вот видите Как она сильно похудела Прям Жесть какая Ужас Что этот джунгль Творят с людьми Вот как скелет Стало точно Низкая полигональная Эпидемия в джунглях Да Ты пропустила Ничего многого Потом посмотришь записи Новости ты все пропустила Вот Джунгли Просто Просто скриншоты джунглей Они вернулись Домой Поели И пошла В джунгли Кошка Серьезно Кошка Пошла В джунгли Она пошла 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 И где-то на середине Дороги Легла поспать Тут я переключалась На Вайлет Чтобы вернуть ее домой Потому что Она сначала осталась На локации Вот там где свидание В кафе было Я переключалась на нее Чтобы ее Вернуть домой Чтобы она там спать могла А потом переключилась Обратно на них Они тут значит Своими ежедневными делами Занимались Последний оставшийся день Кошка Опять пошла В джунгли В этот раз Она реально пошла Не только до джунглей Но и в сами джунгли Короче Но с другой стороны То что Вайлет С нами не было Было В чем-то хорошо Потому что У ребят Был нормальный Отпуск Можно так сказать Причем У Роуз Было желание Зачать ребенка Они попробовали Это конечно сделать Но первый раз Был неудачным Поэтому возможно Они попробуют Попозже еще Но короче Первый раз Не прокатило Но да Они там нормально Пообщались Без всяких Сестер младших Вот КТ пошло В джунгли Причем Пошло далеко В джунгли Она практически Дошла до самой пирамиды Я была в шоке Она просто как паровоз Пошла 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 Идет Так идет Идет Легла Поспать Поспала Пошла дальше Нет Серьезно Я за Симом И уже не сидела Мне было интересно До куда дойдет кошка Она Причем Иногда останавливалась И дралась В кустах С белками Вот У нее возле дома Точно такой же куст стоит Она ни разу В нем ни с кем не дралась Ее вообще он никогда Не интересовал Тут же Она короче По всем кустам Прошлась Вот она дошла До самого крайнего куста И пошла в обратную сторону По всем кустам Проходя И дерясь там С белками И пошла обратно Я была в шоке Вот он Самый настоящий Исследователь джунглей Без всяких хозяев Сфоткались они На прощание Ну как На прощание На конец отпуска Кошка вернулась домой До того Как они уехали Представляете Вот Вернулись мы домой С кошкой Все хорошо Привезли Всякого разного Вот По-моему Что-то с этим Можно с чем-то соединить Но я не буду этим заниматься Пускай пока так стоит Приключение Дарин кошки Да-да-да Про антагониста у Криса Лучше спросить у Сумовой Не знаю Крис Какой у тебя любимый антагонист Я не люблю Выбирать что-то одно любимое Он не любит выбирать Что-то одно любимое Появился новый анонс Новые книги Серии Тайны Паниевиля Под названием Тайна дремучей чаще Ждут твоего отзыва О ней В этом стриме И в завтрашнем выпуске Новостей Если это новый анонс Напишите мне в группе ВКонтакте Ссылку на него Пожалуйста Короче Роуз посадила Сад естественно Пока мы были В джунглях Да Немножко завял Посадили мы Найденные нами растения В джунглях Валет нашла работу Да Я уже потихоньку Заканчиваю Если что Валет нашла работу Она Стала работником Социальных сетей То бишь Блогером Вот Я не хотела Ей музыкальную карьеру Я хотела блогера Чтоб с ней можно было играть Так И этот чувак тоже заболел Завели мы профиль Все как надо Начали писать там Какие-то отзывы И вот так работает Типичный блогер В одной руке телефон В другую Рядом компьютер И такой во всем сразу сидишь Еще планшета не хватает Звонивают рекламодатели Не знаю Ну постики постит Очевидно Короче нашла она работу Эти тут что-то делали свое И я решила все-таки С Илоем что-то разрулить ситуацию Позвонила ему Пригласила сходить Вот на маяк они сначала пошли Потом поехали в другое место Причем левые симы все время лезли Вот реально здесь человек Нельзя было остаться Поговорить наедине А он был голодный Все время что-то ел Он до сих пор болел В общем я Думала-думала И решила все-таки Забрать его к нам в семью И разбираться уже с ним там Потому что Ну блин Он хотя бы Чтобы не больной был Вот И Она его как друга Пригласила переехать Вот Он согласился переехать Переехал Сразу стал есть торт Но это обычно дело для симов И мне понравилась кошка Она такая Что это тут у нас И кто это тут у нас Но Короче Элой Сим Одиночка Любит собак И что-то у него там еще Я не помню Плюс у него кстати Жизненная цель Найти Своего спутника жизни Ну Спутницу Будем надеяться Что спутница Вот И Я взяла с собой Собаку У него не было собаки Она не сгенерилась Вместе с ним в джунглях Я ее сделала в кассе Но будем считать Что у него была собака Потому что Я давно хотела поиграть За собаку Причем за большую Ну не за собаку А с собакой С большой собакой Это овчарка Генри Мальчик Вот Он дружелюбный Умный И Любознательный Вот Так что у нас Теперь еще дома Собака Овчарка Я посмотрела Приют для питомцев И окрестности И овчарок не было Я хотела именно Немецкую овчарку Почему-то Прям не знаю В общем Вылечили мы беднягу Когда Гензи пришел Кошка пошла Ему жаловаться Что тут Понаехали Какие-то стрёмные чуваки С какими-то стрёмными собаками Просто Да Он выпил лекарство Но ему не помогло Кстати Он потом сам Чуть погулял Ему полегчало Да Это карточный столик У нас теперь еще одно Любимое место сбора Симов Все норма Ну и короче Эта собака Которая бездомная Она иногда к нам приходит Она была очень обижена Что ее не взяли с улицы А взяли какую-то овчарку Ее Сая по-моему Зовут собачку эту Ну я хотела овчарку Прости Сая Вот Вот Вылечился он И в общем Пёся милый Посмотрим Мне пока Кошка с собакой Пока никак не контактировали Но мне очень интересно Да Кошки которые лежат В еде Это вообще норма Для симса Судя по всему Мне будет интересно Как собака с кошкой Будут контактировать Пока они никак Друг с другом Не общались Вот Ну я надеюсь Что они как бы Поладят Потому что Ну псина прикольная Посмотрим Вот А еще он отказался Ложиться свалить В одну кровать И причина не в мебели Он просто отказался С ней ложиться В одну кровать Серьезно Прошлось его Уставить отдельно Возможно Я не могу Их положить В одну кровать Потому что Они еще не встречаются Официально То есть Они пока друзья И чуть-чуть Там розовенькая полосочка На 2 миллиметра Вот Ну Вот так вот И мы с вами Успешно проговорили Целый час Значит Мы сейчас сделаем перерывчик И будем играть В Daydreaming Derpy Переехать домой Как друга Переехать друга Как домой Как отношения у кошки И собаки Ну как я говорю Пока они Никак не контактировали Друг с другом Но это вот Было последние полдня Поэтому Я надеюсь Что посмотрим Так Какая кошка Только в мобильном приложении А что в мобильном приложении Это вы про твич Или про анонс книжки Или про что Я как раз написал Про нее в ВК Под постом О фотографиях К обзору 7-8 тома Зайди и посмотри Спасибо Я посмотрю уже после стрима Мне кажется Под приключениями Роуз и Валет И Гэнзи и кошки И туда нужно отвезти Отдельную часть стрима Ну вот Это отдельная часть стрима После новостей Называется Эмоциональная котта Да Спальная кровать Однако уже домой пригласила Но я его взяла домой Потому что Ну он больной Ходит У него Ошалевшее состояние То есть Пытаться с ним Закрутить отношения В таком состоянии Как бы Ну такое А вылечиться он сам Или не вылечиться Будучи неигровым симом Очень сложно сказать Потому что Он может так ходить неделями В симсе Легко что называется Вот Потому что Вот когда мы его взяли в семью Он сразу практически У него прошло все это То есть Если бы он так был неигровым Он бы наверное так и ходил Бедный и больной Вот И ничего бы с ним толком Сделать нельзя было Поэтому Причем мы были сами виноваты В том что он в такое положение попал Потому что мы его взяли в джунгли Чат только в мобильном приложении Работает Да Печалька какая Да Время налит Чаек Все Давайте По чайку Я сейчас Тоже схожу Долью себе воды И вернемся в Дэйдриминдзерпи Я надеюсь Может быть мы ее дадем А может быть и нет Но в любом случае Перерывчик на парочку минут Легко не расходитесь